И такую организацию представляет сегодня у нас на пресс-конференции Наталья Романовна Данилина, автономная некоммерческая организация и полно-посветительский центр в заповеднике. И вам слово, Анжеля Романовна. Спасибо. Прежде всего я хочу поблагодарить Тамару Сергеевну за приглашение участвовать в этом фестивале, участвовать не только в качестве наблюдателей, но и активных, тех, кто будет формировать повестку этого фестиваля. Наш эколого-посветительский центр воспринимает эту площадку, первозданная Россия, как в этом году, году добровольчества, волонтерства, как действительно место, где можно собрать, мобилизовать большое количество людей, которые будут готовы внести вклад в сохранение нашего природного культурного наследия. И прежде всего, конечно, на особо охране природных территориях, где для этого могут создать все возможности. Потому что, чтобы работали волонтеры, важно не только их желание, важно еще желание и возможности тех, кто может им действительно предоставить возможность выполнить полезную, значимую работу, от которой они получат удовлетворение. И природа от этого будет большая польза. Поэтому вот фестиваль, который начинается в Москве, идет по всей стране, он действительно, я полагаю, что в год волонтерства может стать такой мобилизующей волонтером площадкой. И мы планируем, что местно с организаторами фестиваля, по крайней мере, два дня в самой программе фестиваля было уделено внимание волонтерству, день волонтерства и день заповедного волонтерства. Мы предлагаем сделать такой день Бурундука, потому что Бурундук – это название первой программы, которая с 2001 года развивает волонтерство на особо охранеемых территориях. Поэтому в этой программе в Бурундук активно работают студенты. Поэтому мы надеемся, как только студенты завершат сессию и отдохнут хорошо, с новыми силами вернутся в свои вузы, они примут участие через свои студенческие объединения, вот в дне Бурундука. И отсюда, наверное, программы волонтерские очень громко должны зазвучать по всей стране. Волонтерские программы на особо охранеемых территориях. А особо охранеемые территории действительно нуждаются в поддержке, они нуждаются и в их понимании людьми, значимости этих территорий, потому что именно они хранилища тех самых уголков первозданной России в первую очередь. Хотя, конечно, наша природа богата, но эти территории, они как бы обеспечивают сохранение. Им нужна поддержка, помощь и, конечно, понимание всего общества. Поэтому мы хотим, чтобы эта площадка, первозданная России, стала и те, кто будет непосредственно делать какую-то работу в помощи охранеемых территорий, и те, кто будет пропагандировать охранеемые территории, работать с детьми, с молодежью, потому что, ну, в первую очередь, нужно знание о ценности наших охранеемых территорий. На самом деле, кажется тем, кто постоянно варится, занимается природой и изучает природу, что это очевидно, необходимость сохранения этих уголков. Но на самом деле, если мы смотрим в масштабах страны, пока такого очевидного понимания необходимости уделять особое внимание сохранению самых ценных уголков природы нет. Мы привыкли в нашей стране, что наша природа богата и, казалось бы, бездонна. На самом деле, там, где человек уже активно поработал, уже ощущение того, что при природе есть запас прочности, он очевиден. Поэтому вот такая работа, которая будет идти через фестиваль, которая будет идти, вызывая у людей прежде всего позитивные эмоции, желание поучаствовать в благородном деле, восхититься той красотой, которую фотохудожники продемонстрируют на этом фестивале, это очень-очень значимо. А мы, встречая фестиваль в других регионах, в других городах страны, видели, какое воздействие эмоциональное эти прекрасные выставки производят на жителей. Ну, в первую очередь, на детей, которые именно здесь могут, впервые могут посмотреть в глаза зверю, увидеть уникальный уголок, ну, и затем у них появляется мечта это увидеть и быть сопричастным. Поэтому в год волонтерства, я думаю, что такая дополнительная миссия у этого фестиваля, она как бы существует, и я думаю, что она будет реализована. Спасибо.